Не допускать создания новых мест в детсадах в ущерб ясельным группам, а при необходимости привлекать прокуратуру. Такое поручение дал сегодня премьер-министр страны Дмитрий Медведев, главам регионов, в ходе видеоконференции, посвященной доступности дошкольного образования. На открытие новых мест в детсадах из федерального бюджета была выделена огромная сумма о том, как регионы освоили эти средства и как на общем фоне показала себя Чуваша в репортаже Ольги Григорьевой. Дополнительные 50 миллиардов рублей. Это деньги, которые были предусмотрены исключительно на создание новых мест в детсадах. Беспрецедентная сумма, найденная с трудом, в условиях очень сложного бюджета, с одной стороны и возросшей рождаемости с другой. Детсадов с каждым годом нужно все больше. В ближайшие годы правительство намерено ликвидировать очереди в ДОУ в несколько этапов. Сначала для детей от 3 до 7 лет, потом от года до 3. Премьер-министр торопит регионы с освоением денег. Дошкольное образование, напомню, у нас получает 5,5 миллиона детей в возрасте от 3 до 7 лет, потому что мы сейчас в основном говорим вот об этой категории. Но еще почти 500 тысяч стоят в очереди, которые, как известно, к первому наряду 16-го года быть вообще-то не должно. И люди ждут, что их проблема будет решена. Результат уже есть. 220 тысяч новых мест в садиках. Результат колоссальный, подчеркивает Дмитрий Медведев. Но этого недостаточно. В 20 регионах страны все еще ждут возможности пойти в детский сад более 10% детей. Ситуация с очередностью и решением проблемы на местах разная, как, впрочем, и с освоением денег. Это, разумеется, не самоцель. Главное – результат. Тем не менее, на общем фоне Чувашия в десятке лидеров наряду с Ульяновской и Амурской областями, Карачаево-Черкесией и другими. Республика получила 615 миллионов рублей и с федерального бюджета вложила и собственные средства. У нас на 1 октября текущего года 302 ребенка в очереди. Это практически, можно сказать, текущая очередь. То, что мы говорили для детей с трех лет, мы разрешим к 1 сентября текущего года проблему, ключевую проблему очередей для детей с трех лет, мы практически его разрешили. Но мы не останавливаемся. Мы говорили, что в 2015 году разрешим проблему очередей для детей с полтора лет. Каждый регион, согласно принятым дорожным картам, по-своему борется с очередями. Строят новые, реконструируют старые детсады, возвращают здания доу, создают альтернативные формы воспитания. В Чувашии предпочли возводить побольше новых садов. 11 должны появиться в этом году. Все-таки строительство новых дошкольных учреждений – это более привлекательно для родителей, потому что там создаются современные условия, там есть максимальные возможности для развития детей. В этом году мы должны ввести 11. Из них три мы уже ввели. До конца года еще будет введено в строй 8 дошкольных учреждений. Вместе с тем на повестке дня текущая очередность в детсадах. Рождаемость растет, на что обращает внимание руководитель регионов Дмитрий Медведев. Важнейшая социальная программа продолжится, конечно, с учетом того, как освоили средства главы регионов. Но впредь вопрос очередности в доу будут на совести региональных властей. Основное бедствие, связанное с детскими дошкольными учреждениями, мы преодолеем совместно в те сроки, которые я и мои коллеги неоднократно объявляли. Но будущие стройки, будущие детские места, места в детских дошкольных учреждениях, все это должно идти в плановом порядке. Без авралов и без обращения в Москву, к федеральному бюджету, дайте денег на детский сад. Я надеюсь, это все понимают. Вот мы сейчас огромные деньги на это выделим. Все вместе с вами эту программу доведем до логического завершения. Все построим. Дальше все уже вопрос вашего хозяйства. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.